Добрый вечер, дорогие друзья! Сделал рампашку, тем самым закончил игру в пульс команды Сибириан Валенки Блэк. Ну что же, начинается у нас вторая игра, стадия драфта уже началась. Ну и видим мы Дазла на ферст пик от команды Сибириан Валенки. Про дота отвечает нас, думаем, инвокер, они как раз и забанили вместе с Ио на первой стадии банов. Что же касается Сибириан Валенки, то ребята забанили меньше Фуллспирит и Чена. Все же боятся, боятся Чена, боятся этого дикого хила. Опять же, есть товарищи про доты, которые могут на нем отыгрывать и причем очень серьезно отыгрывать, не щадя никого. Ожидаем мы второй пик от команды Сибириан Валенки Блэк, после чего посмотрим, что же ребята такого добрали себе интересного. И как вообще будет строиться ихняя игра. Будет ли она агрессивная или же как-то опять же нас ждет очень терпильная игра с большим упором на фарм, с большим упором на выносение артефактов. И как можно меньше мы увидим как раз в сражении. Добирает ребята Слардара на оффлейн для себя, посмотрим к чему он придет, возможно я ошибаюсь. Возможно я ошибаюсь и мы увидим Слардара в роли там какого-то мейнгерия. Начинается у нас вторая стадия банов. Начинают это все у нас Сибириан Валенки Блэк. Валенки Блэк. Валенки Блэк. Бурдак, конечно же, могла бы взлететь. Опять же, уфлейн пока что, можно сказать, свободный. Ну, как бы считать Дума постоянно уфлейном, опять же, не хочется. Опять же, не хочется. Опять же, после апдейта я говорил, что Дума может без проблем уходить в леса. И отыгрывать как саппорт, что ли. Как-то именно в том плане. Опять же, без проблем у может фармить леса, не тратя особо сил и эмоции на это. Минус также гирокуптер от команды ProDota. Ну и Сибириан Валенки отвечает на нас еще и бэйном. Таким вот баном. Бонус тайм, да. Ждут нас Сибириан Валенки. Что же, ребята, забанятся ProDota? Забанили нас Тускар. И вот он, третий пик от команды ProDota. Посмотрим, чем же они дополняют свой пик на данный момент. И посмотрим, какая же игра нас ожидает. Очень быстро или же нас что-то ждет очень медленно. На что-то шаман, больше, наверное, ссылаясь на то, что быстро нас ждет игра. Опять же, возможно, сейчас будет все рассчитано на то, чтобы забрать, как можно быстрее товара, как можно быстрее заканчивать игру. Опять же, варды, вот что до шамана будут стимулировать команду ProDota эти вперед. И что мы видим? Мы видим Акс от ProDota и Урса. Залетает от команды Сибириан Валенки Блэк. Вот это вот я понимаю. Вот это мне нравится. Такие нестандартные герои всегда, на мое мнение, побеждают. Самая самая луна. 10 секунд остаются. 5 секунд остаются. Резервирование. Ну что же, дальше, 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 дальше. Что нас ждет после Урса? Думают, рассуждают ребята, бонус-тайм вязают. И должны добирать какого-то саппорта под Урсу. Саппорта, который может цеплять под эту Урсу, чтобы... Опять же, Урс еще нарезал, нарезал, еще раз нарезал. Ну вот, кого же. Есть вариант Лайона взять. Лайон, который, опять же, может копать, может дать Хекс. Раз, два... Вы что, меня слышите? Да ладно, что это такое? Блин, ну ладно, поехали. Поехали, посмотрим. Что же забанит нас ProDota? Все же не хватает еще центрального игрока для команды Сибириан Валеньки. Опять же, кто из самых популярных у нас за сегодня залетал? Тамплор Ассасин, ДК... Что, что, что еще? Господи, кого-то еще точно забыл. СФчик, который еще не находится в бане. И, возможно, кстати говоря, залетит от одной из команд очень неплохо. Возможно, возможно... Кто еще, возможно... Вайпер. Вот. Вспомнил. Еще одного популярного как раз товарища, который уходит у нас на миддл, с которым винрейт, конечно же, побольше. Побольше, побольше. Минус на Screen of Pain, минус на Air Spirit, Spirit от Сибириан Валенький Блэк, ну и Outlaw Devour появляется. Вот команда Dota. Деваура, которого мы давненько-давненько не наблюдали. Но в пиках он появлялся. Если не ошибаюсь, то на Америке я его видел последний раз, на Канаде Кап. А вот если говорить про Европу, то, если честно, я уже забыл, что из себя представляет европейский Деваура. В принципе, наверное, ничего такого особенного от него не будет. Опять же, через, возможно, рот Фатус какой-то пойдет у нас на Девавр. А, возможно, нет. Такс, ну и Сибириан Валенький Блэка тоже доберут на центральную линию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зевс. Вот это да. Я уже ищу группу, чтобы подписываться на Сибириан Валенький Блэк. Ну, реально, ребята умеют повеселить. Умеют, конечно же, интересно показать стратегию нам. Ну, посмотрим, смогут ли ребята с такими героями, как Урса, Зевса, Лайан, Слардар и Дазл как-то противостоять такому сложному пику. Сложному в плане силы. Я имею в виду и ХПшечки, и Аксу, и Думу. Ну, там еще Девавр будут залетать, конечно же, иногда накрывать всех алтимейтом. Но вот посмотрим, могут ли Продота отыграть ту самую первую карту. И потом все дальше продолжится у нас как раз в серии Бестов 3. Или же возьмут у нас Сибириан Валенький вторую игру. И будет все решаться на третий для Продоты. Посмотрим, стоит нам только ожидать. Переключаемся в игру. И давайте смотреть, что и как у нас уже именно в игре. Дейл будет катать у нас на Слардаре, Квиста на Урсе, Смолей на Дазле, Фервиан на Лайне и Пкачу у нас на Зевсе. Команда Сибириан Валенький, которые ведутся счетом у нас 1-0 в Бестов 5 серии. И посмотрим, удивляют ли ребята своих панетов. Ну и сторона Радиент, команда Продота. Трон на Думе, Санлайт на Аутфолт Деваври, Митрим на Шаду Шамане, Джакал на Аксе. И Ванскор, вторую игру подряд, будет играть у нас на линии. Расходится, ребята, по своим точкам. Сразу же видим, Смолей прилетает у нас на туп-линию. Ее, конечно же, опять же устанавливают в Ордецкий. Ну а дальше у нас на туп-линию. Поближе к Курьеру. Встречает его, ну и, наверное, будет перемещаться на топ-руну, где именно будут и делать сасаду. В кавычках сказано, Сибириан Валенький. Да, привыкает своим тиммейтам. Какой курс это, жесткий. Какая маска страшная-то у него. Ух, 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 ух. Дум. Видим, стоит у нас сверху, вся его команда находится на Снабутаме. Ну и Дейл тоже, кстати, все держит. Поставил в Ордецкий тоже вначале, заблочил один спаун точно. Еще второго. Что-то я сомневаюсь. Нет, второго не сблочит этот вард. И что у нас тут? Выдвижение на Дума. Зашли ребята на ХГ, а так и не увидели как раз того самого Дума. Но вот в Ордецкий тыкнул у нас саппорт команды СВБ. На данный спаун, чтобы, опять же, Дум... Чтобы Дум уходил у нас в свои леса. И был в Думе. Ну что же, начинается у нас вторая игра в рамках одной... Второй... Про серии тринадцатого сезона. Продала против команды Сибириан Валенький Блэк. Ну и посмотрим, к чему же приведет, опять же, повторюсь я. Данный пик от Сибириан Валенький Блэк. Пикачу стоит у нас на центре. Стоит против фанскора и Санлайта. Подходит Смоли, если что, конечно же, на хопе будет стоять. Уже пошли первые разряды молнии Пикачу. Сверху трон у нас стоит. Против Вервиана и Квиста, которые играют у нас на Урсе. Ну и снизу видим уже Дейла. Достаточно неплохо напрягают. Дмитрий постоянно, видим, напряжение его держит. Взлетает РЗЖ Пейзершок по Дейлу. Ну и Дейл, видим, неплохо отвечает. ФБ происходит у нас на Мидле. Все же погибает на Зевса. Проблемы у Смолио начинаются. Санлайт, опять же, Саркан Норба неплохо настреливает. И Ванскор даблкил оформляет на центре. Вот такой он саппорт. Ну что же, 2-0 после первой минуты. Возвращаясь обратно у нас с Зевса. Слава же, Саркан Норба в лицо Астрала. После чего залетает станчик от Ванскора. И, конечно же, неприятно для Зевса такую ловить и получать. Но все же имеются другие линии, где должны ребята проявлять тоже доминацию. Ну, пока не сильно видно это. Это же Дейл постарается побольше экспириенса где-то как-то ловить. Ну, правда, получает, опять же, дэмэш в лицо не очень приятный. Ну и Акс с первым левелом до сих пор, как же так. Что-то не могу понять. Ну, много-много крепок находится. Ну и кидает Дерстикерскула от Дейла на развороте. Хороший станчик прописывает. Джакал до конца ли будет драться у нас Дейла. Дейла есть батл хангер на Дейле. Но Дейл, конечно, спасет. Сверху. Сверху, сверху. Квиста фармит пока что без проблем. Дум, видимо, уходит. Уходит он в свои леса. Все же видел заблоченный танцпаун. Он в итоге решает другим, возможно, крипов там отфармить. Ну, съел лукармага. Блядь, вармур. Поэтому вот решает еще утравлять. Ну да, надо как-то фармить уже в лесу. Сейчас убьет кого-то как раз товарища, после которого вызовет своих скелетонов. Который будет ему помогать стоять в лесу. Так, Девавр. Девавр. Сапог себе прикупает. Есть уже у него бутал. Третья минута. Пока что все очень круто для Санлайта. Пикачу страдает. Страдает. И причем серьезненько страдает. По этому всему, видимо, сильно он проседает по крипам. В отличие от Девавра. Хотя, видимо, Санлайд очень многих заденал. Уже в данный момент. Загоняли Дейла. Дейл у нас уходит. Горит, правда, горелочка на нем. Но, опять же, без проблем. Все для него. Уходит на спринтье. Под фонтан. После чего, опять же, будет возвращаться. Трон. Девавра 2. Возвращается на линию. И, видим... Не совсем непонятно, что он делает. Ну, ладно. Проехали. И, на тем временем, у нас Зевса убивает нас на центре. Разменялся там Зевса. И погибает нас, думаю, на куфлэне своем. В итоге 3-2. За счет у нас матча. Как-то все быстро у нас произошло. Что-то я даже не понял. Как же так, ребята-то? Быстро делают фраги. Все же привыкли, наверное, к первой игре побольше. Где фрагов не особо таки много было. И давали, ребята, там немножко времени разговариваться. Дрискерскоу плохо вязается вот тут Акса. Но все равно Аксу нас нарезает. Дейл. Останчик прописывает. Прилетает сюда у нас Дазл. Хороший подкил для Дейла. Если что, конечно же, есть гриф вот с Мали. Если что, будет, конечно же, еще раз накидываться. Аксу нас на данной игре. Тоже Дейл уходит у нас на ЛУХП. Еще один подхил у нас от Смолея. Залетает. И живет. Живет, живет данный Славдор. Зевса левел 5 получил. Также имеется пятый левел у Санлайта. Ванскор с четвертым бегает. Фервиан стоит на отводах. Левел 3 на руках. Ну и Квиста левел 4. Добивает крепочков у нас под Тавер. Тем временем Троун собирает уже себе Транквилы. Видим, в лесах он стоит. С линии у него ничего не получается вынести. Решает все же в леса переходить. И это, конечно же, очень-очень грамотно. Очень-очень грамотно. Танквил подобрал. Сразу же начинает регенец по-быстренькому. Переходит на следующий спаун. А тут Сатиры. Очень хорошее лакомство. Но вот решает дальше идти. Возможно, на линию переходить. И как-то вот бороться с Дейлом. Будут ребята пытаться. Тяжение. Пока видим Трон регенец. Ничего особенного не получается. Куда-то выйдем. Да, я, в принципе, наверное, не планирую тоже. Погодите. Давайте посмотрим, что у нас ждет. Пикачу 5,5. Сейчас видим боту на руках. Смолей третий уходит на нижнюю руну. За контроль и тьёшь. Как раз на что именно сейчас кто-то появится. Отправляет хоста. И её прибирает, насколько хочу. Удачно. Тем временем, опять же, Дейл прописывает стан. Очень боится подхождения у нас Акса к нему. Всё же как-то аккуратно пытается играть. Больше не поставляться. Ставить себе плохие условия. Митрим заходит у нас по Тауэр. Опять же, пытается словить своего оппонента. И тут встреча будет у нас сапплопов будет у нас. И посмотрим, кому больше дамы что-то нанесет. Вот он, Нейзершок. Дальше Митрим что-то тратить не хочет. А тут приходит у нас Пикачу. Дает верхнюю, нижнюю. И Митрим обудинается. Не успевает. Девшок всё же его забирает. Ну и 3-3. Расчёт у нас в матче. Загулял Митрим. Немножко за Тауэром. Всё же думал, кого-то как-то найдёт. Но не получается. Ванскор приходит у нас на топ. Дает Драгонслейф. Ну, как бы на этом всё заканчивается. Опять же, лететь никто не хочет. Трон встреёт. Трон убегает от Дейла. Есть Берсикерскол от Джакала. Есть Шеклз от Митрима. Переходит Пикачу. Пикачу верхнюю даёт. Не попадает она верхняя по Трону. Но вот думают ребята, что там засел где-то. Но нет. Нету, нету, нету. Тут игрока команды про Дота Гейминг. В центре Санлайта пользуется немножко Спейсом, который сделал ему Пикачу, уходя на верхнюю линию. Ну и есть и у Санлайта Алтимейт. Пока что не будет давать его. Но вот, возможно, сейчас он накроет. Возможно, и нет. Ну, неплохо прохорошивает Девс. С помощью своих молний появляется у него шестой левел. Появляется возможность сдать Зандергород. Опять же, нужен момент. Момент и крик. Культуй Зевс. Или что-то в этом уроке. На центр подходит, точнее. Да, подходит на центр, всё правильно я говорю. Пока шестого лава нету, шестого лава нету. Немножко тяжело тут же, наоборот, когда реализовать себя, но решает всё же уходить на фуэлинию. Проблема у Даззла, Даззл получил, то есть сикерс колл, вот прыгающий от Джакаров, Джакала вперёд. Опять же, блинг уже имеется у ВАКСа, и видим, неплохо-неплохо уже реализовывать этот самый блинг. Санлайт очень много дамжа получает, вязать стики вроде бы как неплохо, восстанавливает тебе всё-всё-всё, что только можно. Пикачу, видимо, очень сильно просил по хеллс-поинтам, но всё же отходит назад. Отходит, отходит назад. Так, ну и Дэвавр. Прикупайте, у нас Мидас, который сейчас опять же будет действовать на пользу Казанлайта. Опять же, много вещей можно приносить, по-моему счёту Амидаса, со временем. Так что, вот, ну, смотрите, через что будет дальше идти у нас. Дэвавр как будет отыгрывать. Слардар ловл 6 имеет, сразу же кидает Амплифайдомыш у нас на Джакала. Правляется вперёд, станчик не даёт. А Джакал-то прыгает у нас на Дейла, подходит сюда у нас саппорты. Есть станчик у Дейла, ну и Джакал получает Зандргоут, но не добивает способность у нас Джакала. В итоге зарубил он своего оппонента. 5-3, 5-3, сверху ты времени, Вервиан, высасывает, высасывает ману, просто крипа и направляется немножко назад. Я же подкопаю сейчас, слабленно, ну и, конечно же, будет пытаться забрать всё же Д-1, который стоит у нас на топе. Курсевич, Курсевич у нас находится на Эншентов, фармит, дофабливает он на свой Владмерс, ну и, если не ошибаюсь, где-то, где-то, где-то должен быть выход на того самого Рошана, которого должен набирать на Сурса уже по таймингу. Ну и прыгать на Пикачу, прыгать на Пикачу, есть Астрал, после которого он появляется, и станчик потом не залетает с франкора, и она врубила Сакира и в Саудфлакс. 6-3, 6-3, пошли фраги от команды Продута, понимают, ребята, что могут неплохо показывать себя, но в этой, ребята, сфере, подраться с командой Продута. Акс прыгает на сна Дейла, начинает неплохо раскручиваться, в итоге, что у нас Дейл? Получает еще лагуну вслед, ой-ой-ой, хороший-то станчик, ну вот, погибает Дейла, ну вот, как-то вот так вот, все-таки за что-то. 7-3, квиста, два стола на руках, ну, я так понимаю, Владмерса, не будет быстрый, это блин, хочет опять же, то есть мобильности, что я Акса, поэтому приходится немножко по-другому. Отфармить леса, после чего должен, конечно, вращаться на линию, возможно, и добивать тот самый Т-1, который там находится. Пока Фервиан вроде бы неплохо так занимается, Фервиан уже 6-7, даже лавы получил, 1500 на руках, а это, кстати говоря, блин, какой-то будет, и причем очень неплохой блин. Ай, копает Фервиан не по таймингу, в итоге поставляется под астрала, ну и сам Лайд сейчас, Саудсмейтон, наверное, заберет, или нет, ставится пауза. Просто отлично, когда ворвался уже Джакал со своим Берстикер Сколом. Ну, это такое. Извиняюсь, ребята, за это такое. Такую не вовремя паузу. Да, раз-другой. У нас Джакал в Килинг Спрейг. У Джакала 3-0-2. И 1200 голды. И готов Факс дальше что-то интересное собирать. Тем временем, тем временем, Ван Скор приобретает для себя Эйзерлендс. Готов, конечно же, убивать, уничтожать. Митрима, ой-ой-ой, разбили Митрима просто в считанные секунды. Но он видел, что не так, как страшно нам творится. Квиста может прыгнуть вперед. Но, опять же, не видел, ребята, полностью ситуацию, которая тут происходит. Начинает расфокусить с Джакала. А Джакал уже не желез. Наверное, еще одна отреченция остается от Квисты. Подкопали, тем временем, у нас Ван Скоро. Дэсфингер должен быть ввязаться. Но вот так все же погибает Джакал. Цепляет Итрона до конца. Идут сибирские валенки Блэка. Как же тут больно, ребята. Минус у нас Фервиант все же не дал свой Дэсфингер. Мега-килл-стрик сбивает Урса. Линия 400 голды срубил. Ну и опасный не размен уже был. В итоге 3 в 1. Такой вот размен вышел. Если читать не дыма, то 4 в 1. Очень-очень сибирские валенки грамотно все сделали. Пошли или Рошана. Пошли и дальше зарубили. За счет Урсы, за счет Илья. Санлайт. Верхнюю получил, нижнюю получил. Получает также Амплифай дэмэдж. Называется Бадашол. Спрятан на Сурсу. Конечно же, давали его способности. Трон. Левел 7. Прикупает себе рецептик на Хэнд оф Мидас. Остается 2-2 Мидаса совсем немножко дофармить. Раз один, возможно, кэмп их хватит ему. Ну и появляется у Зевса с Хэнд оф Мидас, который еще, видим, подфармил немножко, опять же, леса. И мне что-то подсказывает, что эта игра у нас тоже будет долгой. Несмотря на очень мобильных героев, которые тут имеются с длинками уже. Это уже будет немножко долго что-то исходить. Урса. Выносите себе, наконец-то, Владмирс. Кстати говоря, называется Сандр Гоудс там по всем. Просто просмотрели, ребята, где кто находится. Чтобы опять же обезопасить от всяких, ребят, выходов. Так, Смоли, еще восьмой левел. Видим, без поздно-тач играет. Опять же, все рассчитано на то, что будет, опять же, сейвить, а все, опять же, помогать своему тиммейту своим тиммейтам. Форстав, Сандрайте, приносят после Мидаса. И отправляется вместе со своими игроками на топ-линию. И уже готовится встречать их сибирские валенки Блэк. И причем очень хотят встречать. Очень-очень хотят встречать. Отпрыгивает Джакал назад. Понимаю, что сейчас будет какая-то... Очень плохая история. Ну, Дмитрий Лаван начинается. Спратали у нас как раз Урсу. Санлайтер из Настанчика. Еще и Настанчик Санлайтер. И таки погибают. Санлайтер... Вот так вот пришли. Тиммейты... Подарили мы смерть. Так, нормально шел. Никого не мешал. Ах... Не самая... Драматическая история. Думчик. Думчик несет в курьере себе у нас... Барабаны. Уйди. Да. Ну, почти все барабаны. Дайер-септик все же остается дофармить его. Он тоже со временем будет. Т1 в центре у нас падает от Лины. Пытаются сибирские валенки зайти на Т2. В итоге решают просто отойти. Квиста видно фармит у нас тут спауна. Хотя далеко ребята не отходят. Все же хотят тут драться. Хотят драться и могут драться. Дейл по двоим прыгает. Дальше продолжение какое. Есть верхняя вот Пикачу. Неплохо залетает все у нас под Жакалу. Есть Зандргот от Зевса. Дальше ребята пытаются идти. А тут-то змейки. Как же Квиста поймали. Как же, куда же он прыгнул. Ай-яй-яй-яй. Ну, пока что... Пока что видим под Гривом живет. Но недолгим остается жить. Хотя спрятал Санлайт. Правда, вот выживет или нет. Сейчас посмотрим. Нет. Тоже убивает. Но только Эггис. И дальше ребята готовы драться. Сандарт может прыгать. Прыгает с двоих. Отлично все делает. Ну, Юрса Квиста начинает нарезать. Хороший алтимейт от Санлайта. Минус три уже есть. Точнее, минус два. Лайон выиграл. Время на себя перед этими двумя смертями. Ну, и погибает также у нас и Зевс. То есть, и Тлими. Ну, и 13-8. Стоит у нас матч и в пользу команды ProDota. Пока что ребята выходят вперед. Как видим, появляются... Ребят, деньги появляются по Тайлу. Девавора появляется... Вот такая страшная маска. Появляется у Лакса, кстати говоря. Вангвард. Видим, армит крипцов. На ботами. На этом занимается. Да, в принципе, никто никуда агрессивно не идет. Трон отходит назад. Видим, девятый левел у Троней на руках. Ну, пока по артефактам не очень. Нетворс. Мы видим именно вот такой. Первый идет Урса. Далее следует за ним у нас Девавр. Ну, и третье место занимает у нас Дум. Вместе с Аксом. Пока что по деньгам, видимо, впереди у нас команда продает агейминг. По фрагам аналогично. Кто же? Урса. Готовится врываться у нас на Трон. Трон. Получает стан. Трон. Погибает. Очень быстро. Урса, конечно, нарезает одного героя. Ну, и абсолютно ничего Урса. Нельзя предъявить. Это все дело. Лайн. Выносит себе... Точнее, не Аганима. Да Аганима еще далеко. Блинк выносит себе сначала же. Урса о персеверансе собрал. Что будет идти? Квистам не очень интересно. Неужели это линка уходит? Но как бы Battle Fury что-то не очень говорят. Но Урсе ходит такое поверье. Хотя, что-то бы знает, что это будет. А вдруг? А вдруг? Что-то оно ведь да. Эйзерлендс прикупает себе так же у нас Зевс. Готов сдалека накидывать как раз своими молниями. Он там нормальное расстояние? Да, нормальное расстояние. Ну и прыгают у нас на Пикачу. Начинает его избивать. Есть Лепорт в виде Дазла. Но кто же Дазла не там может? Дэйл прыгает у нас на трона. Фервиан очень сильно страдает. И уходит назад. Дэйл получает у нас Doom. И ребята-ребята пытаются уйти. Ай, Драгонслейф от Ванскора с Эйзерлендсом залетает. Залетает точно в цель. И очень-очень далеко. В итоге все же два фрага дел. У нас команда пробует ДТГейминг. И отправляется быстренько на топ-линию, где стоит тот самый Т1. Который необходимо ребятам забрать уже на такую-то минуту. Да, именно этим и занимаются. А есть, так говоря, в Варде Циву и Шаду Шамана. Будет это все потрачено быстрее всего на следующий Тауэр, если ребят пойдут. Если нет, то, опять же, в ближайшем замесе будет это все использование. На центр телепортируется у нас Джакал. Он начинает пытаться отопить крипов, но... Вансков взял всех за парня. Саппорт. Саппорт вансков. Даст. Квиста, квиста, квиста. Сейчас будет так, забивать почковничку у нас. Один на ботами. Сверху. Сверху-то нападение у нас на трон, а трон, который отправился дальше вперед. Очень многое должно получать, опять же, Пикачу. И прожигает Митрима. Спрятали у нас в вардах Славдара. Но Славдар уже щуалцами пловит. Тут два в раунда. Тут уже погибает у нас Славдарчик на Тупе. Фервиана поймали у нас два игрока. Есть до Сверского вот Фервиана. У Джакала, точнее, по Фервиану. Но Фервиан тоже погибает у нас. 17-9. 17-9. Очень много фрагов отдают команды Сибирские валенки. Но как-то продолжаю дальше играть, опять же, еще глупо, на мое мнение. Были многие фраги от даты. Возможно, все же не ожидают такой вот агрессии ребята. Поэтому все же пытаются как-то под шумок забрать, но, как видим, не получается выбирать так под шумок. Квиста потихонечку приобретает себе БКБ. Остается еще рецептик от Квиста. Раз появится через тысячу-что голдовец рецептик. Пока просто бегает у нас на центре. И Эзерлендс прикупает, точнее, собирать и от Даззл. Ждет Квиста Смока, который будет сейчас узаться. Ну и должны ребята выходить в местность Рошана. Где-то по их нотаймингу должны сейчас появляться, так и говоря. Остается совсем немного. Остается совсем немного. Отправляются ребята в чужой лес с попыткой найти кого-то. А может найти? Можно найти. Видим, Дума прячется у нас Ванскор. Его находят. И Ванскор, конечно же, битненько убивает. И Зайца еще Зандергот. Просто все ребята, где находятся их оппоненты. Ну и Лайн. Будет ли прыгать вперед? Прыгает вперед. Ловит у нас Деваура. Санлайта. Прыгает на него у нас Дейл. Но вот дальше продолжение мы не видим. Опять же, не хотят драться как-то под Т2. Опять же, говорят, больно. Зинквиста на морозе решает забрать Т1. Получается, из-за цели фортификации. Ну и потихонечку подходит пруду там. К этому Т1. Все же не так хотят просто отдавать. Самый Т1, но... Все же просто отдали. Все же отдали. Очень-очень просто. И в итоге открывается путь для Порошана. Игрокам, ребятам... Команды Сибирские валенки. Ну и Пскаблианна Киста сейчас позаберет. Продота. Продота идет. Продота хочет драться там. Успеет ли ребята дойти до того времени, как хорошо нападет? Сейчас посмотрим. Джакал готов рваться. Джакал пока что не видит всех оппонентов. Дейл не падает. Нас танчиком по Джакалу. Фервиан неплохо копает на Санлайта. Есть у нас Хекс по трону. Хорошая Дессмигры у нас по Санлайту. В итоге все еще пока что живы. Остается у нас в родительстве вот Шадо Шамана. В итоге погибает у нас Фервиан. Погибает у нас и Дазл. Подняли в июле у нас Дейл. Но все же тоже стреляется в таверну. Курса теряет свой Эйгис. Зевс улетает. У Курса вряд ли уйдет. Все же очень много тут героев наруются. И конечно же принимает после Эйгиса. Без проблем. 21-21-10. Станет нас матча. Продвигается вперед. Ноу не так, что далеко вперед. Врушили у нас. Т2 на бутами. Потихонечку переходят, видим, на центр. Возможно и там. Как-то, как-то. Заберут тот самый Т2, который стоит. Хотя, опять же, в Урсах через 10 секунд появится. Пока ребята дойдут. Все, все, упадет. Так. 1500 лакс на руках. Джакал пока что ничего не приобретает. Фанскор, видим, Югус я приобрел. После... После, после, после... Эйзер Лэнса. Дмитрий. Дмитрий. 1300 с гринком. Санлайт. Видимо, рут Фатоса на руках имеет. Два стул на руках. И посмотрим, что дальше будет собирать. Опять же, вариативности. Два в разборке. В общем, большая-большая-большая. Кринсангвард. Является у Акса. Сверху. Трон. Прикупил себе Плэтмейл. Опять же, уходит, видимо, броню чуть-чуть. Что у команды Сибириан Валеньки интересная есть. Ну, Зевс. Аканим Саптор. Будет пытаться собрать в скором времени. БКБ почти имеется у Урсы. То, чего и как раз не хватило. Драки на Рошане. Того самого БКБ. Которое, конечно же, спасло бы его. Прод смерти. Слардарыч. 1200 на руках. Видим, тоже Дейл фармит. Тоже поединок БКБ. Которое должно появляться у него. Обязательно. Дальше-тая минута. Давайте взглянем на графики. 10 тысяч лидирует команда Продота Гейминг. Как? Как это все делают ребята. Ну да, разница 11 трагов. Все понятно. По эксперименции видим с половиной. На этом находится у нас показатель. И... Ух ты. Разбирается с крипами. У нас онлайн. Ну, стянули все на ботом. Игроки команды Продота. Пожидают тут встреч своего оппонента. Но... Как видим по карте, такого тут не будет. Все же СВБ находятся на своем лесу. Формят. Формят еще раз формят. Хотя прилетает для них смок. Возможно, сейчас ребята куда-то отправятся. Наконец-то. Куда-то отправятся. Возможно, в чужие леса. Хотя, вроде бы, смока и нету. Рассказал, такое интересное. Ну ладно. Первия. Долетает. Поставить варту. Таки-то пау. Просто прожимает. Вот он смог. Вот Продота. Вот кого смог. Связается. Урса просто себе принес БКБ. Вот стоплетие. В итоге выходят. Выходит чужой лес. Абсолютно никого не видят. У нас команда Продота. Все их оппоненты закрылись у себя на ХГ. Боятся, опять же, входить куда-то вперед. Опять нету вижена. Нету вижена на их оппонентов. Появляется два урона сверху. Вроде бы как. Должны были уже видеть его ребята. Мигают. Мигают на топ-линию. И... Не планируют все же. Задают А2. У нас ребята. Вот. У СВБ. Что же решает немножко пойти вперед по другим линиям. Пропушенный не наив. Зевса потихонечку собирает себе то самое под названием... Вот стол. Солт-бустер у нас уже готов. Если Аканы разобрать... Пока этого делать не будет. Хорошо. Не готов. Есть телепорты у нас на Т3. Все же пошли дальше на Продота после Т2. Сейчас они подходят назад. Увидели очень много телепортов. В итоге решают не поставляться. Смолей в виде телепорта. Прогат на него Тим... Метрима. Из-за Зандр Гот. В итоге... Есть вижен по всем игрокам. Где кто находится... Ни квиста... Вот... Не решается куда-то стягиваться. С кем-то воевать. Ну... Интересно, что будет делать из Персеверанца. Опять же... Повторюсь, будет от Алинка. Но вот... Нужна ли... Повторюсь, это самое Алинка. Ну ладно. Смотрим, смотрим. Мы дальше. Так, план скор. Прикупил себе права лад. 1200 на руках. 1300. Зевс прикупает все же данные. Совмин для себя. Все же, пласттоун. Скоро. От него у вас остается еще рецепт прикупить. Ну и можно будет уже Пикачу подоряжать. Пласттоун. Посмотрим. Куда же отправится цифра пласттоуфа Пикачу. Слардар. БКБ появляется у него. Выносит Дэл. То, на что, конечно же, копил свои денюжки. Сеймлис у Квиста дальше продолжает фарм. То есть, чуть-чуть, пятьсот на руках уже. И пока непонятно, что будет собирать. Опять же. Персеверанца. Двадцатая минута. Очень все пассивно у нас, опять же, играется. Напоминает, это первую игру, где ребята особо никуда не стараются не выходить. Очень пассивно играют. И видим, что так будет все продолжаться, наверное, до следующего раша. Вряд ли кто-то куда-то пойдет. Занергот. Девса взлетает по всем игрокам. Опять же, появляется Вижен. По вражеским героям. Но какого-то выхода, опять же, нет. Вот, ребят. Ну, видим, четвером игроки про доты выходят на ботом. Возможно, по ботом будет, опять же, пройти. Но, опять же, зачем идти по ботому, когда уже нету Т2. Когда можно по тому же центру пойти и струбить тот самый Т2. Который там как раз последний стоит, конечно, там. По ботому, ДСКБ. Попаляется Пэтмейл у Вакса после Кримсангварта. Есть уже 1400 на руках. Ну и начинается он враг на центре. Ванскора быстренько убили. Ванскора не тубайбека. Дейл под БКБ идет вперед. Готов уже прыгать через 3 секунды. Ну и включает спринт. Начинает искать имппонента. Находится онлайн. Тайп прыгает отлично подвоем. Все-таки Берсигерсов в Вакс вовремя не нажал. Но вот Ultimate Sunlight очень здорово бьет. А вот и минус у нас. 1-2 у команды Сибирские Валенки. Проблемы у Квиста. Получил он Дум. Получил он Ротфатос. И, конечно же, очень много подачи с руки тоже получается. Малей последний остается. Тоже убивает у нас команда Продота. Продота. Ну и трон до последнего идет за Пикачу. Прыгает на него. Начинает сбивать. Но вот... Не получается. Уже проломажет он сам Лазец. И раз в руках перед дракой как раз появилась. Джакалпу и ей тоже лучше разборку собирать. Заход на КГ. От команды Продота Гейминг. Прилетает сюда у нас Ванскор. Есть телепорт от Лайона, который уже появился у нас из игры. Постоверный. В игру. Ну, Зевс неплох своими молниями. Это проебывает. Еле-еле уходит такс от этой всей движухи. Ну, это вроде бы как должна быть какая-то погоня. Слардарчик. Ай-яй-яй-яй. Не цепляет нас Ванскор. Дальше будет, конечно, преследовать его. Он делал Саптор. Вот Лина на развороте еще станчик для Адейла. Спасает, спасает. На этом Ванскор. И Драгон Слэйф, Дэйр не пойдет дальше. Не пойдет дальше. 25.11. 33-я минута. Появляется Тарашан. На него заходит также команда Сильский Валенький Блэк. А в этом хорошо узнает команда Продота. Пойдут ли ребята именно защищать и отбивать Тарашана. Видимо, нет. Все еще находятся там за игроками на респауне. А Рашан уже потерялся. Так ценное здоровье. И оставляют еще сыр. Ребята лежат на... На Рошпитинг подбирает все дела Слардар у нас. Ну... Что ж. Команда Дайр. Будет ли какая-то... Какое-то, точнее, движение вперед. Команда. Что-то я не вижу от них такого действия. Квистов все же собирает себе линку. Все же собирает себе линку. Преставеранс у него очень давно появился. Ну, вот тут и сейчас уже начинают революционные деньги. Для покупки дальнейших айтемов. Для линки. Остается еще Алтиме Торп. Красная, ВДТ-2. Там более-менее уже будет хлопать. Плюс-минус. Минус, наверное. Но нет. Отходит назад. Понимаю, что могут ребята лишить своих бараков. Именно так и делают на славном прудоте. Двигаются немножко вперед. Нашли тут Дейла у нас. Слардарыч продается на Ставерну. 60-ти этого не будет. В целую минуту знали мы здесь своим товарищам... Лайном поставляет. Покачивает. Зандр, где-то дает. Тоже погибает. Ну, Кадимурс у нас остается. Который пешочком, пешочком еле-еле подходит. Смирь, хобя. Минус Миндл. Гудгейм прописывают у нас игроки команды СВБ. Ну, и счет становится у нас в матче 1-1. Продота, видим. Сравнивают счет у нас в матче. И все переходит на бестов три серии между этими двумя командами. Где будет как раз определяться, кто же, кто же все же будет достоин попадения в финал. Финал. Еще раз. Финал про серии 13-го сезона. Ну, что ж. Очень такая медленная игра. Опять же, как и первая. То есть, особо фрагов у нас не было сделано. Да, были там более-менее интересные размены. Но все же хочется какой-то динамики. Хочется каких-то врывов. Постоянных файтов и тому подобное. Но это полуфинал. К сожалению, наверное, нам такого не увидят здесь. Ладно. Будем уходить на перерыв. Буквально 4-5 минут. После чего будем продолжать следить за третьей игрой данной игры. Продолжение следует.